У нас с женой была плохая и глупая привычка. Не закрывать за собой дверь на ключ, возвращаясь домой. Утром уходишь на работу и обнаруживаешь, что проспался ночь с незапертой дверью. Начинаются разборки. О, кто-то хотел последний, как можно быть таким безответственным. А вдруг наркоман какой-нибудь зашёл бы. Ну и всё в этом роде. Каждый раз входная дверь распахнулась ночью. Мы изрядно перепугались в тот раз. Но привычка всё равно никуда не делась. Но однажды случилось нечто, что навсегда нас приучало закрывать за собой дверь на все замки. И чёрт возьми, я всерьёз обдумываю идеи насчёт оружия самообороны. Мой дом, моя крепость. И зачем нужны стены, если ворота распахнуты? В тот раз мне долго не спалось. Внезапно я решил проверить входную дверь. Вставать было лень, но желание было навязчиво. Я побрёл в коридор, толкнул дверь и... Чёрт, опять не закрыли. Я повернул один ключ на четыре оборота. И зачем-то второй, нижний, которым мы вообще никогда не пользовались. Я сделал буквально два шага в сторону комнаты. Когда услышал необычные странные звуки за дверью, было ощущение, что кто-то водит ладонями по двери с той стороны. Ощупывает её, как будто слепой накнулся на препятствие. Пытается понять, что это. Хоть и вздрогнув от неожиданности, я развернулся с намерениями как минимум посмотреть в глазок. Я подошёл к двери вплотную и заметил, что ручка стала дергаться вверх-вниз. Затем раздался странный неритмичный стук. Мне стало внезапно холодно. Заныло сердце. Ни страха, ни ужаса, а какая-то чёрная тоска. Моция непонятная для Бога. В глазок я смотреть расхотел. Тихо стал отходить в комнату. Жена проснулась и уже что-то собиралась сказать. Я знаком попросил её молчать. Она сразу поняла, что что-то не так. Глаза её округлились. Надо сказать, что у меня есть один девайс, который я почти никогда не пользовался. А именно видеокамера, смотрящая на площадку и подключённая к компу. Её подарил в прошлом году мой братец, работавший в то время в охране. Посмотрели, поигрались пару раз, да и про камеру забыли. А сейчас я про неё вспомню. Ох, уж не знаю, какая черта человеческого характера заставляет насматриваться во тьму. Вот и я подсел к компьютеру и запустил изображение подъезда. Господи, что это было? Не знаю, но я это видел. И жена видела. Существо, замотано в какие-то тёмные лохмотья. Лохматое. Нет, это был не волк, не собака. Чёрт возьми, да это какой-то оборот в площадке. Именно ползала, а не ходила, приняхиваясь и прислушиваясь к звукам в квартирах. К ней у меня как будто сердце остановилось. А жена вообще ни слова не сказала. А я просто сидел и про себя читал отче наш. У жены текли слёзы. Она загустила край просто, чтобы не издать ни звука. Потом... На улице забрежил ранний июньский рассвет. И ещё через час мы пришли в себе. Я жалею, что жена это увидела. Она всё ещё приходит в себе. Вчера она меня попросила сменить квартиру. Что же можно? Квартира всё равно съёмная. Да и мне здесь как-то уже не так. А я вот всё думаю, что было бы, если бы я не закрыл дверь. Нас бы нашли выпадрошенными. И кровь по стенкам. Лучше об этом не думать. Закрывайте двери. И перед сном не брезгайте проверять. Спасибо. Спасибо.